Я сейчас не вижу каких-либо препятствий со стороны Армении к заключению этого договора. Нагорно-Карабахская республика ликвидирована, она официально сама распущена, сама ликвидирована, население изгнанно, эвакуировано. Боевые действия сейчас непосредственно между Азербайджаном и Арменией не ведутся. Это, конечно, не исключает давление на Армению, но в целом каких-либо условий, препятствующих заключению мирной договоренности, пока что нет. В данной ситуации это все будет зависеть от того, насколько армянский премьер-министр будет считать целесообразным заключение подобного договора. Но пока никаких сведений, никакой информации о том, что Никол Пашинян выступает против подписания этого договора, не поступало. Он не опровергал слова Алиева, он не говорил о том, что договор подписывать рано, что есть какие-то особые условия. То есть оснований предполагать, что этот договор не будет подписан у меня пока нет. Конечно, он может сорваться, подписание договора может сорваться. Но пока что я не вижу никаких для этого предпосылок. Для Азербайджана, по сути, для него этот договор важен с какой точки зрения? Что это, во-первых, признание победы Азербайджана в этой войне, неважно с кем, только с Карабахом или с Карабахом из республики армий. А во-вторых, это признание границ Азербайджана в тех пределах, в которых хочет Баку. Вот с моей точки зрения Баку добивается этого. Формально, как этот договор будет называться? Договором о перемирии, мирным договором, договором о легитимации границ. Это, в принципе, значения иметь не будет. Вряд ли армянскому населению Карабаха будет легче от того, что этот договор, например, назовут договором о сотрудничестве между Азербайджаном и Арменией. Или каким-либо иным способом. Просто где будет прописано признание границ, существующих в этих пределах со стороны Армении. Продолжение следует...